Прямая телефонная линия и встреча с коллективом градообразующего предприятия. Председатель Гомельского облсполкома продолжает встречи с жителями региона. На этой неделе он посетил Светлогорский район. Рабочий график руководителя региона в материале наших корреспондентов. По историческим меркам Светлогорск – город молодой. Такой статус он получил только в 1961 году. Другое дело, что время – понятие условное. Тем, кто родился в том году, сегодня уже шестой десяток. Да и у города появляются проблемы, которые необходимо решать максимально оперативно. Райсполком работает с обращениями в соответствии с действующим законодательством. В основном работа направлена на исключение волокиты. Особое внимание обращается на сроки рассмотрения обращений и полноту ответов. Граждане в основном, в большей части, обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Это порядка 55% обращений. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей ситуацию оценивает реально. И говорит, что со следующего года в Гомельской области вводится такое понятие, как бюджет развития. Это когда для районов из областного бюджета будут выделяться средства, предназначенные для решения местных проблем. Причем речь не о классическом ямочном ремонте. Проблему необходимо решать комплексно и с перспективой их закрытия хотя бы на несколько лет. Наша задача облсполкома – в первую очередь дать возможность руководителю района определять расходование тех или иных средств, которые будут иметься, на первоочередные и первостепенные задачи, которые на сегодняшний день вырисовываются и проблемой. Поэтому мы на следующий год закладываем каждому району бюджет развития, чтобы руководитель района первоочередную вот эти проблемы мог снять. На прием граждан в рабочем графике председателя Гомельского облсполкома отводится два часа, хотя это достаточно условное время. При необходимости разговор может продлиться и дольше, особенно если в нем затрагиваются действительно актуальные вопросы. Директор фермерского хозяйства Ищичарского района говорит о неисполнении местным спецлесхозам своих договорных обязательств. Вскоре выясняется, ситуация, похоже, настолько серьезная, что необходимо проводить специальное расследование с привлечением правоохранительных органов. У вас столько гниет тех сырья, Виктор Владимирович. Президент требует, давайте срочно, чтобы не гнило, отдайте. Меня это не интересует никуда. Я за свой счет на своей машине в свое время, давайте вам покажу. Говорю, здесь недалеко, буквально Чечерска лежит, 300-400 кубов. Меня это не интересует, это не мое. И просьба я уже в открытую скажу, хорошего, нехорошего человека. Вы только, пожалуйста, никуда не пишите, не звоните, а то Римскому, нашему Гераеву, очень сильно попадет. Вот ответ должен остановиться. Моя сторона закон, я очень жестко разберусь. Я рассмотрю вопрос о целесообразности данного руководителя нахождения, за что я на заплату получаю. И вот это непосредственно функциональные обязанности. Мы разберемся, я все пройду. И договорные обязательства, мы все юристов поднимем, мы все поднимем. На некоторые вопросы председатель Гомельского облсполкома отвечает сразу. Некоторые берутся на контроль. Хотя в этот раз позвонившие и пришедшие на личный прием не только жаловались, но и высказывали конкретные предложения. Например, о строительстве мемориального комплекса в деревне Алла, где в начале 1944 года нацисты уничтожили 1758 человек, 950 из которых – дети. С тех пор в этой некогда уютной, красивой деревне никто не живет. Сожгли ее фашисты вместе с жителями и теми, кто искал здесь спасение. Уйдя из соседних деревень. После Великой Отечественной войны, там где была деревня, осталось пепелище. А на окраине – общая могила, отмеченная памятным камнем и поклонным крестом. Сегодня местные жители просят создать здесь мемориал. Тем более, что уже подготовленный его эскиз. И даже изготовлены из камня первые элементы будущей композиции. Знаком с данным комплексом, хотя там не был ни разу. Поэтому у меня лежит на столе эскиз данного проекта. Мы эту тему в облсполкоме уже обсуждали буквально две недели назад. Поэтому я сегодня посещаю и принимаем решение. Рабочая поездка председателя облсполкома Геннадия Соловья в Светлогорск завершается встречей с коллективом целлюлозно-картонного комбината. В свое время здесь было решено построить завод беленой целлюлозы. Но иностранная компания полностью проект не реализовала. Работы завершат белорусские подрядные организации. Между тем, предприятие наращивает объемы производства. К концу года ежедневный выпуск продукции должен увеличиться приблизительно на 60%. При этом основная часть произведенного будет поставлена на экспорт. Одновременно для нейтрализации неприятных запахов от производства специалисты разработали и внедрили специальную методику. Замеры, которые постоянно проводит лаборатория комбината на предприятии и в санитарной зоне, превышение нормативов по вредным веществам не выявляют. Руководство комбината говорит, что в случае обращения граждан лаборатория готова проводить мониторинг на территории всего Светлогорска и в близлежащих деревнях. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.